здравствуйте всем 8 июня слышите на дачах работы кипит кто пашет кто косит кто пилит но мы сегодня будем мы сегодня начнем монтаж ветрогенератора но чтобы что-то смонтировать нужно сначала что-то демонтировать но так как у меня мачта стоит мы ее сейчас будем опускать прикрутим падающую стрелу восстановив у косину значит из троса поставим здесь отцепим трос одно один кольреп потом потом там будет это стоять карабинчик вот и сейчас еще надо будет просверлить отверстие под выход кабеля немного потом на сверлите наверху отверстия под анимометр кабель выход выход кабеля под маячок ну и продернуть надо будет сегодня вот у меня на сегодня план это завалить мачту завалим мачту и прокинуть кабель пока ну хотя бы хотя бы вот такой план но я думаю это получится это думать не надо скетч переделывать или еще что-то что-то у меня сегодня не получилось маленько ну ладно в общем все это небольшое лирическое отступление дальше пойдет работа по мере продвижения работы буду снимать и монтировать видео решил не делать многосерийный фильм все будет понятно как всегда будет в моем стиле в общем начинаем начал с установки карабина на одну растяжку это единственная растяжка которая нужно будет подцеплять и потом валить уже можно вот отцепил поставил падающую стрелу и заваливай вот я потом позову помощника который там вот дрова рубит мы завалим вдвоем засверлил отверстие на 15 вот кабель здесь отверстие где-то есть вот она сливная здесь единственный мой минус это короче внутренняя часть трубы мачты не обработана ничем то есть ржавеет и вся ржавчина вот сюда вот скапливается здесь вот здесь засверливался вот посюда прям было ржавчина водой 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 все вылил отсюда вымыл короче не знаю две горсти хотя тут он всего объем такой маленький так ну ладно поставил падающую стрелу ослабил значит убрал одну растяжку вот кольреп он болтается поставил его все сейчас зову соседа который косит будем валить один не могу потому что надо мачта заваливать за падающую стрелу подсталкивать вот еще что забыл мне нужно и галочкой с утечкой зацепиться за домик чтобы точно чтобы у нас туда не уходила ребятка потому что укусина вот там одна только стоит чем машину отгонять надо сейчас загоним на будем валить говорите как как варим не покажу вот просто констатация факта все штуку подцепил соседа позвал восемь минут и все мы мы лежим ждем монтажа вот так главное все правильно сделать под анимометр просверлился под маячок посверлился еще тут хомут будет чтобы не было никаких колебаний но еще зарабатывать лжавище тридцатник невозможно ну что восемь часов и в общем за все восемь часов вот до восьми часов короче запустил только кабель управления основной кабель который идет с генератора кабель подсветки все это вот ну в принципе план план минимум сделан до план то был сегодня как раз на кабеля подернуть в общем вот так вот считай с 11 до 8 такой рабочий день еще плюс успеть полить надо на значит сверлились поливались все от солнца стоят они пока здесь но буду стоять на крыше уже все готово вот ну в общем вот первый день скажем так установки закончился на сегодня все 9 число сегодня второй день монтажа но как бы работать будем без фанатизма иначе огород у нас будет заброшенный в итоге и не там не получится не здесь вернее здесь то получится вот огород совсем заброшу ладно в общем какие планы на сегодня на сегодня сегодня буду заниматься анимометром надо продуть я же кабель наростил и вот надо вместе со всем кабелем кабель наростил на 15 метров вот и нужно продуть замеры сделать чтобы потом корректировку в скетч внести чтобы у меня были показания корректные чтобы с максимальной точностью скорость ветра показывала ну и все и там дорабатывать саму стойку надо еще немножко и и пробрасывать кабель в общем вот такие планы на сегодня поехали так 3 часа дня в общем сегодня даже перевыполнил план продернул кабель от анимометра продул то есть у меня получилось 0 0.05 вольта на 1 метр в секунду вот закрыть вот таким образом и нарезал резьбочку в теле мачты вот и она теперь стоит жестко точно нет нету таких колебаний как были когда она стояла у меня на доме вот ну сейчас будем устанавливать уже само основание но то ли я по зоопарке то ли чё забыл короче мета мета польную трубу она будет через проходить кабель через нее и поворотный узел заходить придется домой выезжать наверно ну все продолжаем работу зачем вам сейчас знать конечно в конце недели ну в общем основание стоит крепится на четырех болтах на десять болты то гайки приварены на мачту и поворотному этом ступицы про . и прям в эту про . болты упираются вот так нашел я это мета польную трубу она у меня где-то вот такой длины здесь сантиметров тридцать заходят в мачту и вот зажимом отожимает кабеля все это вот у нас будет основной кабель а это будет резервный и для дополнительного тюнинга здесь потом все дорожки покрою жидкой канифолью после когда распайку сделаю вот все жидкой канифолью покрою и смыть можно будет потом и окисляться не будут дорожки вот как бы пока пока на сегодня сегодня пока все не стал я делать здесь клейму чтобы садить на мост и вот потому что пока протаскивал через мачту и вот специально не сделал здесь сейчас надо будет домой за паяльником ехать прям на месте будут пропаивать ну в общем на сегодня закончили я думаю хотя может быть еще буду копать траншейку под кабеля да скорее всего и кабеля туда надо будет посовывать пускать все да скорее всего это и буду делать третий день 10 число сегодня вот на сегодня планы это распайка это кабель кабеля управления вот проверка и короче дальше будем продолжать монтировать генератор хвост боковую лопату но в общем полностью монтаж генератора ну и потом подкраска небольшая там у меня надо будет а еще сегодня же буду монтировать вот ну и подкраска да естественно там кое-где надо будет подкрасить немножко ну как сказать носик попудаем мачте немножко вот ну и все вот такие планы на сегодня и на завтра планирую уже подъем кабель не стал зарывать пока потому что когда подниму он же еще как вниз спустится и чтобы там внизу петля не образовалась вот такая всякая там кабель чтобы там не съежился внизу чтобы как бы под натяжкой был я потом буду его закапывать после поднятия но проверка естественно сегодня я имею ввиду я всю электронику проверю работу датчиков всех систем механизмов механизм да 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 все в общем вот так есть на сегодня планы вот буду показывать потихонечку кому интересно смотреть начинаем третий день продувка системы скажем апробация так ну вот у нас маленькие проблемы с датчиком не знаю откуда на него попадает плюс 5 вольт вот даже вот просто пальцем берусь минус 127 хоп сажу датчик минус 127 ладно не получится вообще исключу его сейчас мы проверяем обороты и концевички начало и конец сабата мне вот вот у нас часы сбросились месяц число год вот все завис пошел завис вот может еще и из-за этого нестабильная работа так вот он завис так время восемь часов закончил короче монтаж вот чтобы было сделано вот все что было сделано все все вы видите то есть план на сегодня полностью выполнен то есть три дня на монтаж это вот проброска кабелей все расключение плюс у меня пришлось мне анимометр еще дать зарабатывать вот что еще под красочка так вот хоть и стыки подкрасил анимометр подкрасил потом подкрасил растяжки которые металлические они все ржавые были подкрасил вот так навел красоту короче и и и и ну все вот винт давать сейчас винт вернее ступицу ступицу вот еще зафиксировал гайку взял с капроном и специальные и вниз капроном затем ну то есть поставил чтобы когда закантрить 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 капрон еще вопьется в резьбу и будет более надежно здесь тоже самое капрон маху вот в принципе остальное все видели это у меня в маячки будут но не маячки светодиодные ленты управляться по плюсу будут минус общий вот на мачту посажем который у меня схема была на полевых транзисторах она у меня минусом управлялась то есть плюс был общая минус 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 минусом управлялась вот спокойненько дисбаланса нету прям где хочу там останавливаюсь ну и прекрасно так что еще у нас что еще у нас ну по механической части все срослось а по электронной то есть маленькой с датчиками не тут не с датчиками короче электроника на 90 процентов функции клируют вот завтра 11 число хотел приворочить запуск ветвика к дню россии 12 числа ну короче уже все мне надоело ожидать короче запускаемся отзвонился ребятам то есть самые лучшие люди региона сибири и дальнего востока завтра подъедут они будут у меня на подстрахуй справа слева потому что генератор в общем вся голова весит 43 килограмма 500 грамм то есть все хвост защита основание генератор все и по цене сколько все вышло я считал ну что то что помню то что помню там меня люди просили то есть обязательно как бы по цене да вот хорошо мне сейчас есть смартфончик туда вношу все то есть вот мелочевки от болтовой трос кабель то есть все туда включил вот я в конце видео озвучу сумму полную приятно удивит так что ждем ждем завтра ждем подъезда людей намечено все на 9 часов утра вот все до завтра сейчас подъедут достойные из достойных здорово но соседи 830 но это пораньше стал пока дело дело насос сгорел сегодня не сгорел кабель пыхнул синим пламенем в общем сейчас подъедут люди и и мы начнем подниматься первый приехал ждем второго где второй здрасте здрасте владимир викторович собственная персоны best best of the best все нормально так все подъехал второй это первый сейчас вводный инструктаж и начнем подъем до андрей до володя это мальчик играет ну все подняли блин хотел полный штиль показать бабочки поряд вообще-то вот анимометр пошел маленько но закрутился ага пошел так он лишь он и развернулся ну хорошая примета ветра нет это вот то что крутится андрюха это где-то полметра в секунду не больше но я вообще говорю да ну ну там то все равно побольше я бы по полметра не больше сейчас посмотрим ну вот и свершилось сбылась моя давняя мечта поставить ветрогенератор ну скажу вам долго шел к цели долго и если скажем сравнивать солнцем то есть солнечной энергией что легче я почему-то раньше думал что с ветрогенератором гораздо проще будет что там поставил мачта генератор лопасти и все получая энергию оказалось все гораздо сложнее с ветром во-первых и мачта генератор все остальное солнцем гораздо проще сделал солнечную батарею купил контроллер аккумулятор все пользуйся инвертор пользуйся здесь все гораздо сложнее так ну конечно маленькие вот косячки мы здесь ребята то приехали водный инструктаж и провел и как скажем так систему не продул механизмы не покрутил вот у меня целеуказатель это розоветров который я вчера подкрашивал видать эта красочка капнула этот маленько подкисает показывает не следит конкретно не отслеживает ветер а именно когда чуть посильнее дует ну вот сейчас полный штиль почти полный штиль наверху вот как видим анимометр крутится ну это где-то это полметра это даже не один метр может быть не один полметра вот и целеуказатель видите то есть а нет совпадает с направлением ветряк совпадает но ну не совсем совпадает да вот видите ветряк то повернулся а этот ну это неважно мне главная скорость ветра чтоб показывала и все остальные параметры снимала логер еще не подключил провода у меня вот так вот все в таком состоянии я их буду закатывать в трубу в полиэтиленовую ну сейчас буду разводку делать вот минус у меня идет по мачке вчера я попробовал маячки там у меня маячок стоит это три ленты светодиодных светится шикарно я думаю будет еще шикарней когда наверху вот ну и что еще охота сказать что когда я поднимал пустую мачту это не знаю это как прогулка такая легкая вообще ни о чем хотя я для себя думал ну чё там генератор там повесишь на к на наверх как бы ничего такого оказывается нет нагрузка обалденной на трос на все то есть даже ну очень тяжело поднимать было вот ну что в общем как бы пива нет водки тоже нет радость все равно присутствует какая-то но и тревога одновременно то есть когда поднимал вес такой огромный блин ну нагрузка я думаю что же я затеял то такое даже немножко и радостно и боязно но так вроде дело то все надежно будем надеяться что все сработает когда надо ничего не вырвет когда не надо небольшая калькуляция по ветвику в общем вся сумма весь проект мне встал в 32 787 рублей не считая затрат на балластный регулятор и не считая затрат на трубы трубы у меня халявные это мне брат отдал со своей базы когда продавал то есть 114 трубы что-то 11 1160 да и 89 ну сотка 555 с копейками тогда и плюс здесь наварк вот вот все расходы на ветряк сравните с готовыми проектами я имею ввиду с заводскими которые нам предлагают той же мощности ну там конечно и качество исполнения другое но что уж я для себя хуже делал что ли конечно не хуже то есть все продумано все рассчитано все как надо так что вот так вот но очень сложно с ветряком все гораздо сложнее чем с солнцем гораздо в общем какие выводы для себя то есть сам ветрогенератор гораздо сложнее чем солнечную энергию обуздать вот растяжек надо делать четыре штуки чтобы избавиться от помощников ну как понять избавиться не отставить их на не отстреливать их надо просто как бы ну чтобы я мог например никого не звать и сам опускать мачту то есть растяжки по бокам они натянуты и не дают генератору туда-сюда ходить вправо влево рычаг то огромный блин я говорю нагрузка обалденная просто я не ожидал такого что именно тяжело поднимать будет вот что еще ну в принципе вот как бы ну и все проверять надо все досконально проверять блин до подъема потому что сейчас сейчас уже все вот электронику у меня как бы на 90 процентов он циклирует там с логером небольшие проблемы и проблемы но это ерунда все все это решаемо это земли туда лазить не надо ну в общем вот вот такие сегодня мои успехи и радостно и тревожно ладно все пока не пришлось ужас я не знаю какой нему не не успел я снимаю показания еле успел только вот с кабельным хозяйством пока только пробросил вы просто на вот 10 ампер сразу ваши руки трясутся 14 и 6 10 11 вот так вот балласт 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 это херня не балласт если сейчас это диод блин сейчас горит ел на ел все коротну диод греется блин надо ставить огромный вот он и точно ему пофигу это вот так вот короче я сейчас на коротко делаю и все 10 ампер видел 10 ампер гремит все блин вот и сразу выяснилось но под нагрузкой неплохо работает нагрузка неплохо работает я имею ввиду не свистит ничего тут как разошелся блин я на коротко выбежал вот закоротил и все потихоньку крутится все дисбаланс есть все равно сейчас вот плохой по хвостику вот смотрите тыка 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 видно да видно фу блин аж это испугался блин надо готовиться мачта растяжки надо еще большую подтягивать сейчас так делать не сильно болтается вот эту одну сейчас жесть просто жесть ну хочу давайте зажгем лампочки фонари попробуем где у нас где-то ну тут я спрятался поколелечек сейчас мы его зажгем плюсом опа горят горят опа горят короче надо закорачивать и все иначе кирдек мердек диод не выдерживает короче надо огромный так вот 12 ампер до 12 10 12 ампер вообще жесть 14 6 но это не балласт это так или вот так оп все 10 ампер все равно сейчас диод сгорит на все короче я на коротко делал выключаюсь выключаюсь репортаж с генератора закончен вернее с монтажа ужас вот он винт пошел пошел все 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 короче еле успел блин накоротко закоротил диод надо менять походу поставил с моста но там то они на радиаторе стоят а это тот один ну, один вылезал с этого моста поставил, короче, греется ну, мне и Юра Круковский говорит, что это не вариант, но я решил еще на своем сам проверить, ну вот не наступай на чужие грабли не убедил он меня, все, короче, надо диод мощнее ставить, где только его брать у нас в городе, ну, не найдешь да, закоротил накороткой все, стоит стоит вот ну, динамическим тормозом помогает немножко, но блин, дождь пошел вот, но не настолько ну, все равно крутится он так слабенько, так идет, идет идет, идет ну, ветер по ощущениям был такой не соврать ну, метров, наверное ну, до 10 до 10, ну, может быть, метров 8 да, метров 8, не больше он в разнос идет, винт это просто пипец какой-то страх, ну, страшно блин, ужас я подбежал, плазма такая на проводах, блин, когда каратиш вот я говорю, ручки трясутся вон до сих пор, да ну, так что о, град, ё-моё, град, град, град зацепиться ахахахаха град, 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 град Зачем? Зачем град? ахахахаха Мама, Рома только бы не крупный, а только не крупный ладно, все вот такое видео сегодня страшное для меня ху-ху-ху-ху так, правда снимать защита сейчас срабатывала не знаю, какой ветер логер не подключен но четко короче, сейчас накоротка ничего не успел сделать ни балласт не привез короче, не гателился к такому ветру вот защита срабатывает назад плавненько отходит ну, нормально что мне и нужно было так что главное все рассчитать вот так вот блин, столько видео наснимал ну, все